итак сегодня у нас 31 августа последний день лето по григорианскому календарю и последняя глава мишлей в том месте мы ее не не повторяли потому что 30 дней когда мы успеваем 32 прочитать когда 31 день 31 глава это заключительная глава и в принципе если посмотреть на книгу например да был не помню лидеров и назвали его по моему это был рафхами бриск ну кто-то из этих великих раввинов и он брал любую книгу открывал ее в начале читал несколько страниц и мог дальше полностью рассказать о чем пишет автор как пишет автор он сразу понимал ход мышления автора и значит мог практически пересказать всю книгу и выводы которым автор придет концу книги то есть когда человека такой глубокий вдумчивый он встречается с какой-то информацией с каким-то человеком и так далее он может зайти вглубь и понять какие-то намерения там и так далее то есть всегда несколько слоев которые которые есть в любой коммуникации несколько слоев несколько видов намерений причем человек даже сам иногда не отдает себе отчет какое у него намерение и в общем чем глубже человек тем он глубже видит и многомерный видит мир теперь 31 глава это окончание мишли с чего начал царь салмон мишлей мишли шлома бен давид малых израиль он сказал вот притчи шлома сына давида царя израиля для чего я пишу эту книгу лидат хохмау мусор чтобы мы познали лидат это познать как бы вот то что ты видишь что ты познаешь да то есть это познание а такое ясное понятное с помощью органов чувств уже готовая картина мира то что ты воспринимаешь и то есть до познания лидат хохмау мусор познать божественную мудрость и моральную дисциплину управления собой да у человека есть внутри современной психологи описали человека как три мозга разных до рептильные млекопитающего и неокортекс у человека внутри есть ценности убеждения принципы желания в данный момент он хочет одно у человека есть масса влияний в день входит 50-70 тысяч мыслей в день поднимаются из подсознания то есть ну а есть люди которые вообще не управляют своим мышлением вообще не управляют все не управляют но есть которые вообще не управляют это как раз уже ими занимается психология мусор это умение управлять собой так царь сам он говорит я пишу мишли для того чтобы познать хохмау мусор познать божественную мудрость и мусор управление собой леавин и мрей бина чтобы мы поняли слова мудрость слова бина это это логика сообразительность причина следственной связи ляках от мусор аскель чтобы мы взяли мусор аскель это высшее понимание интеллектуальное где мы находимся лаках от мусор аскель дальше цедаку мишпату мы шарим справедливость суд и мы шарим это прямой путь то есть он нам объясняет что вы смотрите ребята есть божественная мудрость да это как бы аксиомы как бог сотворил мир эту божественную мудрость я знаю то есть шло малых он был мудрейший из людей он знал все эти аксиомы но я сейчас вам их объясню простым языком чтобы вы тоже стали ваша картина мира чтобы стало понятно это первая глава начала теперь мы приходим 31 глава конец и 1 отрывок 31 главы начинается со слов таких еврей лимуэль мэлэх массажер и сорта и мол значит слова которые были обращены к лимуэлю царю масса такого масса это как обращение великой мудрости пророческое обращение ашер и сорта ему которым его увещевала и давала ему страдания мама его что-то непонятно во первых почему он лимуэль он же шлома а тут его называют слова обращенные к лимуэлю царю которыми обращалась нему и его увещевала мама его говорит нам талмуд в трактате сан-эдрин можете прям проверить источники талмуд в трактате сан-эдрин говорит следующую вещь что мама его батшева она была великая женщина которая была женой царя давида одной из шести его жен у него вся книга это то чему учил царя шлама его папа царь давид и там есть такие слова шмабни мусора виха слушай сын мой мусор наставление отца твоего вальте то что рад и мэха и не отклоняйся от торы мамы своей теперь когда царь давид умер и царь соломон стал царем над израилем то мама она стала его его учителем да его то есть тут уже мама за него взялась почему ему же было 12 лет 12 лет когда он стал царем и вот этот момент о котором говорит 31 глава это наставление его мамы которая была уже к тому времени она столько лет была женой царя давида мама царя шлама очень женщина была непростая которую всевышний выбрал для того чтобы она стала жена царя давида и мамы царя шлама от которых пойдет до маши ях значит и она к нему обращается лимуэль она так его называла мэлэх для бога царь для бога она его называла ты говорит знаете как мама может сына называть как своими какими-то именами да каждая мама как я видел такую как шутку одного спрашивать тебя как зовут он говорит мама называет меня сыночек а для вас я там иван иванович то есть мама у нее есть свое обращение к сыну она его назвала лимуэль лимуэль царь царь для бога теперь масса ашер и сорту ему значит это было обращение которым его мама увещевала талмуд говорит более того она не просто в этот момент увещевала она пришла с ремнем еще его и била представляете царя соломона набила за что она его била и как она его увещевала за что она его била значит царь соломон в 12 лет он стал царем над израилем и он стал царем за счет своей великой мудрости он был великий мудрец которому всевышний открыл все тайны мироздания он видел он понимал язык птиц он насквозь видел всех людей все он видел то есть он интеллект его был самого восьмидесятого уровня бенам малхутит то есть это на иврите как искусственный интеллект как но у него было в тысячу раз умнее он заходил вообще в облачное хранилище информации в котором была информация которую бог сам создатель мира как бы документация как создан мир и поэтому он конечно был умнейших злодеев и он своей мудрости он говорит так царь давид мой папа он воевал с этого поклонниками и он уничтожал злодеев он убил галята он он всю жизнь воевал он зло уничтожал силой а я сломал то есть сломал это тоже тот же корень что шалом я хочу чтобы был шалом чтобы был мир поэтому я никого убивать они не буду только по в ситуации когда меня идут убивать то рассказала что встань убей первым если тебя идут убивать станет диплом ну то есть ты не должен терять свою жизнь если кто-то идет тебя убивать то можно убить первого и естественно можно защищать свою жизнь и когда тебя идут убивать то есть в принципе тора нам установила границы если ты убил случайно то тогда ну и так далее то есть принципе убийство регламентирована в каждом его проявлении есть в документации прописано то есть когда тора говорит мера за меру зуб за зуб имеется ввиду должна быть справедливость то есть за каждое должно быть за платить заплачено той же мерой настоящей мерой которая которая есть и этот принцип когда человек не знающий слышит когда он слышит мера за меру зуб за зуб, глаз за глаз. Он думает, что за глаз надо выколоть глаз. Тора говорит нет, вы что? Я же устная Тора, которая объясняет. Если у человека есть два глаза у одного, а у другого один глаз, то если, значит, тот, у которого один глаз, выбьет глаз двуглазому, то нельзя одноглазому выбить один глаз. Это не будет глаз за глаз, потому что глаз у двуглазого, у него остался еще один глаз, и он будет видеть. А глаз у одноглазого, он не будет видеть, Он станет слепой И это совершенно несправедливое Глаз за глаз Глаз двуглазовый и глаз одноглазовый Это два разных глаза Или например глаз человека Оба двухглазые Один человек он такой зоркий сокол Снайпер лучше в мире И он значит этот снайпер Если он глаз потеряет то все нету его То есть он все исчез Чемпион мира по стрельбе А у второго он двухглазый Но он вообще Глазами не пользуется Он пианист То есть все очень четко измеряется Должно быть справедливо Теперь значит Царь Соломон Он говорит папа шел к справедливости Путем силы Я пойду к справедливости Путем мира шалом Путем просвещения Путем того что люди поймут что есть Бог Творец мироздания Если мы все к Богу относимся хорошо У нас все будет Если мы будем добры Если мы будем любить друг друга То всем все хватит То есть есть путь к счастью Не через зло Это была его миссия и концепция И царь Соломон шел к нам Ну люди то вокруг Дети и племена И он решил к ним подойти Через женитьбу На дочках окрестных правителей Он был очень богатый Мудрый И как бы Когда приходили к какому нибудь там царю И говорили Вот царь Соломон Мудрейший из людей Иерусалимский храм Это как сейчас Нью-Йорк например Он хочет с вами породниться На вашей дочке жениться Чтобы был мир между Израилем И вашим государством То царь говорит А чего отлично Что нам будет Вам будут новые технологии Вам будет там Значит мудрость Ну и так далее Программное обеспечение А от нас что От вас просто мир Мир Чтобы был мир Не надо воевать Вообще Будьте добрыми хорошими людьми Кушайте помидоры И значит И радуйтесь жизни Ну хорошая Нате дочку Празднуем свадьбу И так он женился На всех окрестных Властителях Правителях И так далее Чтобы вокруг был мир И вот дошла очередь До дочки фараона Фараон это был Самое на то время Мощное государство Пирамиды Все Приезжают гонцы От Шлома Мелаха Говорят Что вы велите царь Соломон Из Иерусалима Значит Хочет с вами породниться Фараон говорит Ну ладно А он знает Ответ на загадку Там такую-то Значит Царь Соломон Пожалуйста А он знает Значит Нас Тайный язык Там Наших Каких-то Этих самых Пожалуйста А что Может он еще знает Как и пирамиды Построенные Знает Пожалуйста А кот от моей кредитки Знает Знает Пожалуйста Все Отдает дочку за него И отдает дочку Фараона За него замуж Приезжает дочка Фараона В Иерусалим И свадьба А царь Соломон Он первый Всегда с восходом солнца Он вставал И открывал Двери храма Чтобы были утренние Жертвоприношения Это было его Каждое утро До восхода солнца Он вставал И открывал храм Это было его Кто первый заходит В храм Ну такая большая Была очень важная Миссия И тут приезжает Дочка фараона У него свадьба И всю ночь Она ему рассказывает Какие-то там Египетские мудрости Есть предание Тоже такое В уснаторе Что она привезла Какие-то Очень удивительные Мелодии Которые Эти мелодии Он в ту же ночь Он все эти мелодии Переделывал Для служения Всевышнему И он всю ночь Они там Музицировали Переделывали мелодии Пили вино Праздновали И значит Утром Он не проснулся Открыть храм Священники Стоят возле дверей Храм закрыт Идут к маме Мама берет ремень И заходит Она значит сюда И говорит ему Слова Царю Для Бога Которые Его Увещевала Мама его И вот какие слова Нет Царица Савская Не дочь фараона Царица Савская Приехала из Африки Она была Самостоятельная царица Отдельно Царя Солмона Была Семсаджон Значит Говорит ему Мама его Второй отрывок Тридцать первой главы Ма бри Она ему говорит Ну что сын мой Ма бар битни Что ты сын моего живота Я тебя 9 месяцев носила Ума бар не дарай И что сын моих Обетов перед Богом Значит Она ему сразу же Говорит Сынок Вспомни вообще Откуда ты взялся Ты был у меня в животе Я тебя родила И то что ты царь И мудрейший из людей Это следствие Моих обетов перед Богом То что при родах Я молилась Говорит нам Талмуд Что женщины При родах Им очень больно Они Особенно в то время Была 50% Женская смертность И детская смертность Очень много людей Умирало при родах И детей И матерей И в это время Молились Матери Брали обеты Перед Богом Чтобы если ты меня спасешь То пожалуйста Дай мне Там Ну молились И все шесть жен Царя Давида При родах Молились Чтобы их сын Был гибор Был он богатырь Сильный Потому что они понимали Что царь Давид Богатырь Значит Какого он сына Будет любить Богатыря И чтобы я родила сына Который станет царем После царя Давида Так молились Значит Все жены царя Давида Кроме Батшева Батшева молилась Всевышнему И говорила Бог Дай мне пожалуйста Сына праведника Чтобы знал всю Тору Чтобы служил тебе Чтобы шел по твоим путям Чтобы не делал зла Чтобы был он праведник Мудрец И если он Ты захочешь Чтобы он стал царем Пусть станет царем Но это не главное Главное чтобы он был праведник И был хорош в твоих глазах Это были ее обеты И она ему в этот момент Когда он не встал утром После свадьбы С дочерью фараона Она ему говорит Сынок Говорит Что ж ты Ты мудрец Благодаря обетам Что я Бога просила Чтобы ты Значит Был праведником И мудрецом А ты что Дальше она продолжает Твою вещевать И она ему говорит Не раздавая женщинам Свою доблесть У каждого мужчины Есть определенное количество Доблести Да То есть Какое-то Такое слово Доблесть Что-то в нем есть Блестящее И Такое Нужное всему миру То есть Мужчины Они в принципе Имеют Вот этот вот Силу влиять на мир И функцию влиять на мир То есть Это как бы Мужская часть Китайцы как-то назвали это Инь и Янь Есть мужская энергия Женская энергия И по природе Как Всевышний создавал этот мир Мужская энергия Это энергия Экспансии Как я когда-то Очень Есть классная книга Называется Она Написала ее Рава Кива Тац Есть у него книга Маска Вселенной А вторая называется Не помню как называется В общем Он описывает Как бы Структуру мироздания В разрезе Мужское Женское И Ну уже И производное Из этого И он говорит Вот посмотрите В чем заключается Мужская роль В зарождении жизни Он должен Женщину Как бы Захватить Да И его И как бы Взорваться То есть Из него происходит Творческий взрыв Такой Да Что делает женщина Она этот взрыв Поглощает И в себе Вынашивает Девять месяцев Мужчина В жизни бы не смог Так У женщины Энергия Такая Это сохранение Жизни А у мужчины Вот эта взрывная Энергия Такая Креативная Ну создание Секундный вклад Мужчины В рождение Ребенка И Девять месяцев Значит Женщина Женщина Вынашивает И рождается То что является При этом Производным И мужчины И женщины То есть И мало этого Трое В создании Человека Три партнера Папа Мама И Бог Бог дает душу Значит Вот такая вот Система Теперь значит У мужчины Есть эта доблесть Но дальше Что мама Вот в предыдущем Мы вернемся Отрывок Она имеет Огромное влияние На ребенка Пока он у нее В животе Она полностью Его создает Это строительный материал Мама может там Бухать Курить Есть вредную еду Все это влияет На ее ребенка Строительный материал Потом он рождается И начинается Момент Который мама В него вкладывает Вообще Кто он Что он Где он В большинстве Это мамы Воспитывали детей И Взаимодействовали С ребенком И какая-то мама Она его делает Там Ты можешь Все у тебя получится Там Ты вообще Это самое Другая мама Она его делает Ой, сыночечек Полежи Полежи Еще поспи Не надо Там Давай тебе Вот полежи Я все за тебя сделаю Ты никуда не ходи Там Ты сиди Ты это самое Я Есть мама В женское платье Одеваю детей Я девочку хотела То есть У мамы Большое влияние На развитие Вот этого ребенка Первые годы жизни Потом Ребенок Как его воспитала Мама Мужчину Он попадает В другие женские руки Которые Жена Называется И получается Что в жене Он Хочет получить То что Недополучил От мамы Теперь А что делает жена Он обычно Находит жену Такую как мама Которая На него влияет Примерно так же Говорит мама Царя Соломона Смотри Я на тебя влияла Хорошо Она говорит Но ты женился На 700 жен Что это такое То есть теперь У тебя вообще На тебя влияние Идет Просто Анрил При том Что написано в Торе Что у царя Не может быть Больше 18 жен А как же Царь Давид Царь Соломон Женился На 700 Он говорит Написано Чтобы не Совратили его Сердце А я там Мудрейший Из людей Они на меня Не влияют А в конце Что написано В Танахе Написано Совратили Жены Сердце Царя Соломона Ты думал Не влияет А они влияли Значит Имама ему Говорит На этом мы останавливаемся Дальше пожалуйста Прочитайте Зайдите На 31 главу Мишлей Есть в телеграмме Можно заказать книгу Пожалуйста Мишлей надо изучать Надо это прямо впитать Там самые мудрые вещи Сегодня как раз в этой главе В 31 Дальше потом написано Эшетхайль миемца Кто найдет доблестную жену Варахок мипнини михра Вот эта песня Которую поют каждую пятницу В еврейских домах Мужчины поют женщинам Это идет с 10 отрывка По 31 отрывок 31 главы Идет Какой должна быть доблестная жена И значит Заканчивает книгу Мишлей Царь Соломон Заканчивает следующими словами Значит Заканчивается последний отрывок Так Тнула Дайте ей Мипри Ядея Сейчас Шекерахен Обманет миловидность Шекерахен Лаэвэля Йофи И уйдет красота Иша Ира Ташем Женщина У которой страх перед Богом И Тит Алаль Она будет прославляема Тнула Дайте ей Мипри Ядея От плодов ее рук Вэ и Аллилуйя И будут прославлять Бешарим и Асия Будут прославлять в воротах Ее дела То есть здесь Царь Соломон показывает Не только женщина Потому что У человека есть Три близких Три самых близких У человека есть Три самых близких составляющих Первая Самая близкая Для человека составляющая Это его интеллект Это его вот этот компьютер Который Он мыслит Который заряжен Чужими мыслями Мы все заряжены Чужими мыслями Но когда мы заряжены Чужими мыслями Мы можем понаблюдать Вот эти мысли Которыми мы думаем Они помогают нам Или не помогают И человек Который осознает Что тот способ мышления Который он пользуется Ему не помогает Он в принципе Может его поменять На другой способ мышления Самая близкая Как бы женщина Ну имеется ввиду Если взять человек Это я Душа То самая близкая Это мой интеллект Вторая поблизости История Ко мне Это Две получается функции Интеллект А три Правильно три Вторая поблизости К мужчине Функция Это его жена То есть Это его вторая половина И какой должна быть жена Тоже там перечислено То есть Вот песня Эшет Хаэль Мимса Конец 31 главы Кто найдет доблестную жену Идет про интеллект Спецификация Про жену тоже подходит И третья Для мужчины Третья самая близкая Это его профессия То чем он занимается И это тоже Оно в Мишли Сравнивается с женой Что профессия Жена Взаимоотношения Со своей профессией И взаимоотношения С женой И взаимоотношения Со своим интеллектом Это три Самых важных Вокруг Каждого из нас Составляющие И надо это все Выстроить грамотно Все С Божьей помощью Чтобы мы набрались Мудрости И выстроили Это все грамотно Чтобы была рядом С нами Такая вот Как Мама царя Соломона Которая в нужный момент Придет с ремнем И скажет Что же ты Сын мой Сын живота моего Сын обетов моих И чтобы мы услышали Этот голос Это обычно голос Всевышнего Который направлен К нам через разные Разные каналы И чтобы мы услышали Этот голос Прислушались К нему И через выполнение Воли Всевышнего Получили Вечное счастье Счастье в этом мире Счастье в мире грядущем И жизнь была Чтобы наполнена Счастьем Благополучием Радостью Миром Чтобы был шалом Вот как царь Соломон Стремился к шалому Это и есть Главное счастье В жизни Чтобы был шалом Шалом в душе Когда у тебя внутри Полный мир Со своим интеллектом Со своей профессией Со своей женой И чтобы был вокруг нас Тоже мир Чтобы не было войн Чтобы не было Скандалов Конфликтов Судов Это очень Очень Все Утомляет И радости Никому не приносит Это есть смешная шутка Я закончу на смешной шутке Один говорит Все Я больше так не могу Значит У меня депрессия Там Пришел к психиатру Все Я даже подумываю О самоубийстве У меня депрессия А психиатр ему говорит А вы что думаете Самоубийство вас развеселит Вы думаете Это что Вам веселее станет Если вы хотите веселья Так и думать надо О веселье О радости О счастье К этому надо стремиться Все Чтобы Всевышний дал Каждому Хорошему Доброму человеку Счастье А кто Нехороший Недобрий Чтобы стал вначале Хорошим и добрым А потом Получил счастье Все Всем удачи Успехов До завтра Субтитры